Друзья, всем привет! Сегодня я бы хотел обсудить вот этот самый видеопередатчик. Это ClearTX от Foxeer. Они достаточно сильно его продвинули на рынок, и не все понимают, что это такое, зачем он нужен, чем он отличается от других аналогичных видеопередатчиков. Сегодня мы поговорим о нем. Скажу сразу, я уже на нем летал, мне он понравился. Погнали! В общем-то, сам пакетик. Инструкция, которого без пол-литра реально не разобраться. Сам видеопередатчик. Выглядит он весьма кошерненько. Сзади у нас передающий модуль, здесь каких-то кучка резисторов. С обратной стороны у нас сами, ну, тут не очень много, но тем не менее, это все фильтрация. Вот почему они назвали этот видеопередатчик ClearTX? Это никак не связано именно с его передающими характеристиками, как он передает, там, шумит, не шумит, потому что здесь, на самом деле, все одинаково уже работают. Давным-давно это все известно, как обеспечить нормальную стабильную связь. Но они используют очень мощную фильтрацию на входе. Я вообще не знаю, как это происходит, переключение этого всего, и где микросхема, которая контролирует, наверное, внутри под крышечкой, потому что сзади это большой преобразователь на, видимо, 5 вольт, потом стоит маленький на 3,3 вольта, большой защитный диод, и все остальное, вот эта вся мелочь, это мелкие конденсаторы, крупные конденсаторы, средние конденсаторы, в общем, это идеально должно ваше питание выравнивать. Если у вас какие-то помехи есть на других компонентах, конечно, это уже не проблема видеопередатчика, но видеопередатчик сам никогда не будет полосить, никогда не будет каких-то дополнительных изменений носить, никаких дополнительных шумов, именно связанных с питанием. Также есть кабелёчек, это силиконовый кабель, с одной стороны у него трёхпиновый коннектор, как и большинство камер, в комплекте даже идёт четырёхпиновый коннектор, если вам он нужен, вы можете его использовать, тогда вы будете получать ещё и аудио и передавать его в эфир с вашей камеры. Но на самом деле камеры с микрофоном потихоньку уходят на второй план, практически никто ими не пользуется. Есть два провода питания, питание у нас идёт, как здесь написано, от 6 до 26 вольт, то есть 5S, 6S, в принципе можно. Лучше, конечно же, всё-таки питать над какого-нибудь бека, например, на 12 вольт или на 9 вольт, а таких сейчас уже много где встраивают. Разъём MMCX и здесь у нас ещё остаток предыдущей антенны, я сейчас попытаюсь его выковарить. Достаточно долго провозившись, я смог поменять разъём, теперь здесь новый разъём, точно такой же MMCX, но предыдущий разъём. У меня там стояла антенна под 90 градусов, и она вот так вот отломилась, то есть кончик разъёма остался внутри, и я и не смог его вытащить. Видеопередатчик весит 7,7 грамм, не очень много, а если вы подключите антенну, он будет в районе десяточки весить. 11,7. Но учитывайте, что это крупный видеопередатчик на 600 миллеват. А моргает он следующим образом, когда горит внизу голубой светод, это обозначает канал, канал первый. Когда горит зелёный, означает бэн, то есть сетка, пятая сетка. Согласно инструкции, пятая сетка, это у нас рейсбэнд, а рейсбэнд один, как говорит наш монитор. Кроме того, видеопередатчик поддерживает лоу бэнд, это вплоть до 5300, вниз может опускаться частота. Если вы будете просто клацать на кнопочку, ничего меняться не будет. Для того, чтобы начать что-то изменять, нужно поддержать. Поддержали, вот теперь у вас есть возможность выбирать сетку. Выбирайте лоу бэнд, выбирайте первый бэнд, второй бэнд, третий бэнд. Если приглядеться, эти светодиоды показывают циферки. Поэтому, выбирая первый бэнд, мы получаем у нас бэнд А. Если мы еще немножко подержим, теперь мы выбираем синее. Синее это у нас канал. Выбираем 1, 2, 3, 4, 5. Кроме того, если мы еще раз подержим, у нас горят теперь оба. И у нас здесь горит 3. Если мы будем нажимать, будет 1, 2 и потом 3. Это 25, 200, 600 мВт. Вот все, простая математика. Сейчас я обратно поставлю рейсбэнд 1, потому что мы будем на нем замерять. К сожалению, видеопередатчик не имеет никаких там всяких смарт-аудио или новомодных плюшек, таких как микрофон и так далее. Основная, скажем так, сильная сторона этого передатчика, это то, что здесь это просто невероятное количество фильтрации. Он избавит вас от любого количества шумов. Если у вас видеокамера выдает чистый сигнал. Если у вас видеокамера сама шумит, то, естественно, шум будет проходить к видеопередатчику. Итак, у нас сейчас выставлен режим в 25 мВт и рейсбэнд 1. Как всегда, стандартный мой канал. Здесь видеопередатчик выдает между 14 и 16 мВт, что очень даже, в принципе, нормально. Второй режим, где должно быть 200 мВт, видеопередатчик выдает практически идеально. На самом деле 200, 195, 205. И третий режим на 600 мВт выдает идеально 600 мВт. 500, 600, ну, больше в 600 колеблется, то есть 0,6 Вт. А с выдаиваемой мощностью, в принципе, у видеопередатчика проблем никаких нет. Он очень четко регулирует. Но знаете, что мне кажется? Поскольку они используют здесь вот эти микросхемы, которые они используют в дешевых видеопередатчиках, здесь у них какая-то своя разработка, судя по всему. Либо просто какое-то непопулярное решение. Здесь нет обрабатывающей микросхемы снаружи, она где-то вот здесь, под этой крышкой внутри. В связи с этим, мне кажется, что она достаточно точно, хорошо, четко регулирует именно мощность. Поэтому мощность, выдаваемая видеопередатчиком, достаточно должна быть хорошей, линейной и должна достаточно хорошо, соответственно, заявленной. Я сейчас врубил 600 мВт, там все еще включено у нас. Прошло примерно 5 минуток, видеопередатчик лежал как бы здесь без обдува, то есть сейчас он грелся по максимуму, но лежал он на открытом воздухе. То есть я его не накрывал сверху ничем. И он нагрелся, на самом деле, достаточно прилично. Температура его сейчас 60 градусов, с этой стороны у нас в районе вот 70 градусов, вот здесь вот внизу у него где-то ловится. В принципе, это нормальная температура. Можно сказать, что со временем он не понизит мощность, потому что он не настолько сильно греется. А теперь перейдем, соответственно, к самим тестам, потому что тесты были действительно интересны и показательны. Погнали! Вот так вот штука висит на INAV, большие коптеры. Я уже таких собрал, на самом деле, 4 штуки. Очень четко висят, в принципе, работают как надо. Никаких проблем нет. И все с ними в порядке. Очень спокойно рулится, фигня это очень стабильно висит. Так что, на самом деле, такие аппараты собирать можно. Они, в принципе, работают в целом. INAV, на самом деле, хорошая прошивка. Но сейчас занимаются уже ребята в группе подстройка и компиляция прошивки Arducopter под Matex CTR. Поэтому чуть позже мы ее с вами тоже посмотрим. Он летает, это хорошо штука летает, но та летает просто изумительно. Но там до хрена всего настраивать. Вот так работает возврат домой. То есть мы откуда-то вот отсюда, по-моему, стартовали. То есть сейчас он сюда должен сесть. Спокойно, на самом деле, штука рулится. И еще эта рама Dead Cat, она позволяет чуть-чуть постабильнее держать коптер в воздухе. И за счет того, что у меня лучи кверху загнуты. Не обращайте сильно внимания на то, что коптер трещется. В основном это связано с тем, что спутников достаточно мало. Это тот самый мой F5 Long Range, моя рама Bad, который сейчас уже достаточно облетал хорошо. И сейчас она мне используется для вот таких различных тестов. Именно тот коптер, которым у меня были огромные проблемы с видеосвязью. Слева я поставил картинку с одного из старых тестов, где я использовал еще Unify HV. И как видно, картинка мелкая рябь, она так и остается. Она так и присутствует, поскольку мелкая рябь идет все-таки с камеры. А вот крупная рябь белыми полосами, она исчезла совсем. Заметьте, насколько большая разница. И ничего не изменилось, кроме того, что поменял видеопередатчик. Справа картинка с ClearTX. Картинка, ну, вполне себе нормальная. То есть летать по такой картинке можно. Слева же картинка, ну, так. Она очень сильно, скажем, шумит. И вот эти вот полосы сильно отвлекают. В основном, то сказать особо нечего. На 25 милливатт тут ничего не происходит. А особых помех нет. Антенка была Lollipop. Кроме того, я здесь стоял FLSF на аппаратуре, поскольку она была на 10 милливатт настроена, и я улетел за деревья. И сейчас коптер вернется обратно. Теперь что по поводу фоксировского ClearTX. Знаете, что это действительно неплохо? Вспомните, как это было изначально. Какие помехи были здесь жуткие. Практически ничего не видать было. Потом я добавил конденсаторов, кинул сюда, но это особо не помогло. И все равно были помехи. Сейчас помехи все равно идут, но они идут от камеры и не зависят от газа. Они всегда присутствуют. По-моему, это Rankom Split. Сама по себе немножко шумновато. То есть, в принципе, на самом деле, видеопередатчик действительно фильтрует, дает чистую картинку. Если вы поставите туда, где у вас нет Rankom Split, нормальная камера обычная, картинка будет изумительной. И вне зависимости от того, даете ли вы газ или нет. Если понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Фоксируй лайк. Действительно неплохой видеопередачу сделали. Я думаю, им заинтересуются особо гонщики, потому что им нужна такая вот фигня, которую вкинул, и не важно, что там есть, что нет. Главное, чтобы она работала, типа стабильно выдавала хорошую картинку. И это именно тот случай. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok